Итак, тест на аббассалютный слух. А чё тут только что было, удалилось? Тест на аббассалютный слух. Вот кинул мне чел. Записал только что. То есть я не знаю, что там. Всё, сейчас я либо просто с позором на стриме обосрусь, либо пройду тест. Я могу, честно, сразу говорю, на полтона могу обосраться, потому что, ну, я уже объяснял. Но пробуем, короче. Это ре. Ну, так, стоп, подожди. Короче, либо ре, либо до диез. Я говорю, я на полтона обсираюсь. Ну, типа... Бля, это этого, сука, ты табачникова же играешь, сраного, да? Ну, то есть... Си, до, ля, си, си... Си бемоль это всё-таки... Нет, чувак, это не си. Это всё-таки си бемоль. В конце. Значит, это до диез. Ну, в общем, сейчас я проверю. Ну-ка, 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 ну-ка. Да. Ну, типа, я вот нюансы не запомнил. То есть мне вот именно... Сейчас, подожди. То есть, чтобы в точности повторить именно то, что ты сыграл, как ты, нужно пару раз переслушать. Я сейчас тихонечко играю просто, потому что соседи. Ну, в общем, опять же, объясняю ещё раз, почему я обосрался на полтона изначально, но в итоге всё-таки назвал правильно, прежде чем взял гитару. Потому что, сука, си бемоль на гитаре, это этот шестой лад, это ебать какая неудобная тональность. Это значит, что... Открытых струн просто не может быть. То есть мне гораздо удобнее было бы это сыграть в си. В си миноре, в си бекар, получается. Потому что... Есть открытая ля. Здесь потом будет открытая первая. То есть я люблю, когда можно с открытыми поизворачиваться. То есть вот этот аккорд. Здесь можно эти сделать открытые. Здесь можно вот так сделать как-то, да, допустим. Ну, то есть, короче, си минор, это очень удобная тональность. Си бемоль минор, это вот для гитары просто... Ну, именно гитары в стандартном строе. Более всратой тональность ты не придумаешь. То есть это проще сыграть на... Все равно в си миноре, но на гитаре на полтона ниже опущенной. И поэтому, как бы, мне, когда я это слышу, мне сразу хотелось бы, чтобы это на гитаре игралось, ну, там, условно, на седьмом ладу, и, соответственно, чтобы ноты эти были ре, до, диез и си. Но на самом деле это до диез, соответственно, си бекар и си бемоль. Вот такой вот слух, да. Ну, то есть, чуваки, я еще раз говорю, он абсолютный. Но он затупленный на полтона, потому что я представляю... Представляю не как бы я это играл там на пианино, а представляю это как бы сразу на удобную тональность. То есть у меня слух заточен так, как мне удобно. Вот и все. Продолжение следует...